Школьные расходы в этом году выросли в среднем на 2,5 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставляет Росстат. Магазины и рынки полностью готовы к школьному буму, а вот готовы ли родители – вопрос другой. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Дагестане? И на чем чаще всего родители пытаются сэкономить, чтобы уложиться в свой бюджет? Все ответы у Патиман Ханаповой. Конец августа для родителей и школьников – это горячая пора подготовки ребенка к учебному сезону. На вешалках красуются детские блузки, пиджаки и рюкзаки. Тетрадки с дневниками аккуратно сложены в стопки. Ассортимент с каждым годом растет, впрочем, как и цена. В этом году средний школьный чек вырос на 2%, по данным Росстата. Но, несмотря на это, девиз некоторых родителей – ни в чем ребенку не отказывать. Признаюсь честно, на школе я не могла экономить. У меня и ребенок один, и сборы в школу всегда как праздник был. К этому мы заранее готовились. На это могло уйти не одна, не две зарплаты, иногда даже три. Портфель всегда брали такой, чтобы осанку ребенку держать было проще. Вместительный, конечно. Что вы в основном тратите на книги? Сейчас в основном на констовары. А на одежду? На одежду уже потратила. И все, констовары, и вот только юбка с кофтой. Больше остальное все у нас есть. То есть вы не экономите абсолютно? Ну, не знаю, я так думаю, что 2015 выйдет. Родители собирают детей в школу по-разному, а значит, итоги денежных затрат тоже будут разниться. Некоторые признаются, что баловать детей не всегда получается. Покупают только самое необходимое. Всегда экономим, потому что книги, все остальное покупаем по сей день. Правда, матч уже 9 класс пойдет. Конечно, уже начали покупать. А на что больше всего уходило денег? На что ставить экономику? Честно говоря, на книги. На констовары. На констовары лучше. Даже не констовары. Книги. Ну, конечно, не дешево. Вот в среднем сколько вы тратили на одного ребенка, чтобы собрать его? Ну, почти до 10 доходило. 10. А вы пытались на чем-то сэкономить? Ну, не было бы. Например, на чем? Может, на одежде, на констоварах или на книгах? Нет, на книгах нет, конечно. Может, на одежде где-то, чтобы купить уже. Если не в этом месяце, то в следующем. Дорого не всегда качественно. Это признают и продавцы школьных товаров. Поэтому, если ваш бюджет относительно небольшой, то всегда можно найти альтернативный вариант. Ближе к сентябрю, конечно, родители тратятся больше на своего ребенка, нежели чем весь год. Берут весь школьный инвентарь. В принципе, можно закупиться как на 5 тысяч, так и на 15. То есть, каждый родитель сам выбирает, на какую сумму ему закупиться, какого качества, ну, или какой фирмы. Мне кажется, самый дельный совет, это не всегда стоит думать, что цена, это всегда, ну, то есть, чем выше цена, тем выше качество. Можно и российские фирмы брать спокойно, ну, отечественное производство и не переживать, что ваш ребенок будет хуже. То есть, все то же самое, только в разных упаковках. На этом не стоит заморачиваться. Единственное, на чем нельзя экономить, по словам экспертов, это учебные тетради и книги. Здесь, если вам важно здоровье вашего ребенка, нужно уделять внимание их качеству. Рабочие тетради, школа России, например, 95% по ним занимается у нас в регионе, да и по всей России. А вот чем отличается подделка от настоящего? Как это нужно определить? Во-первых, там обложка мягкая, там месяц-два проходит, они вот так скручиваются, а оригиналы, они твердые. И какие-то темы могут не совпасть, там, и бывают такие моменты. И самое главное, вот чернила, там свинец несколько раз превышает норму. А свинец, мы знаем, что это очень вредно для зрения, для здоровья наших детей. Такие тетради, ксерокопии, да, грубо если сказать, для своих детей я бы не взял бы и без вас. С книгами в этом году, по словам родителей, дела обстоят лучше. Министерство образования обеспечило практически все школы учебниками. Покупают, но все же редко. В этом году, как никогда, было снабжение школ учебниками, но, к сожалению, до всех они не дошли. В этом сезоне мы даже учебники не закупали, думали, что вообще 100% будет снабжение в регионе. Но, к сожалению, не до всех они дошли. Нудят, спрашивают, учебники говорят, до нас не дошли. Но в этом году это намного лучше ситуация, чем в прошлых годах. Сборы ребенка в школу могут быть не такими страшными и затратными, как вы это представляете. Главное в этом деле – правильный подход, отмечают психологи. Если вы подойдете к этому процессу с умом, то ваши нервы останутся целы, а семейный бюджет не так сильно пострадает. Ватимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.